Потому как меня часто спрашивают, а можно ли взять 2-3 аскезы одновременно? Поэтому здесь нужно пропорционально подбирать для себя цель. Готовы ли вы взять это желание, зависит от вас. Я частенько слышу, что человек неправильно берет аскезу, в том плане неправильно ее формулирует. Вместо того, чтобы получить желаемое, вы получите противоположный эффект. Мои аскезы не сработало. Я достаточно часто вижу такой комментарий под моими видео. Я в этом видео хочу вам рассказать о том, по какой причине аскеза может не сработать. Меня зовут Роберт Аксюзиан, я бизнес-эзотерик и психолог. В первую очередь хочу вам напомнить, аскеза это не волшебная палочка, исполняющая ваши желания и намерения. Аскеза это методика высвобождения вашей энергии и перенаправления этой энергии на вашу цель. Давайте пройдемся по нескольким правилам, которые важны для того, чтобы цель была реализована. Первое правило. Чтобы аскеза сработала, ваша цель должна быть в вами внутренне принята. То есть вы должны быть готовы к тому, чтобы принять ту цель, которую вы перед собой поставили. Готовность принятия цели, как правило, большая проблема у большинства людей. Ведь на самом деле мы многие говорим, что хотим миллион долларов или хотим какое-либо желаемое в свою жизнь. Но внутренние к этому по правде не готовы. Если вы ставите перед собой, допустим, цель больших сумм денег в вашей жизни на преувеличение вашего дохода в 10 раз, но бессознательно вы к ним не готовы, потому что внутренняя говорит о том, что вы боитесь, что если у вас появится x10 в деньгах, то у вас разрушатся отношения, например, с семьей. Вот не так давно делал проработку убеждений одной моей знакомой, и у нее вышло такое убеждение, что если я буду зарабатывать в 10 раз больше, то я стану зарабатывать больше мужа, а значит я с ним разведусь, он от меня уйдет, потому что я стану богаче, чем он. И вот это внутреннее убеждение, оно блокирует исполнение намерения, то есть нет внутренней готовности к исполнению намерения. Здесь мы можем вспомнить про наши убеждения. В одном из видео я уже о них рассказывал, поэтому вам стоит вернуться и посмотреть данное видео. Готовность – это одна из ключевых моментов в исполнении наших намерений. Аскеза направляет вашу энергию в вашу цель, но готовы ли вы взять это желание, зависит от вас. Второе правило. Чтобы ваша цель была реализована, в вашей аскезе должно быть достаточно внутреннего ресурса, чтобы было направлено в вашу цель. Так вот, если вы берете аскезу, например, от питья кофе, и вы заедлый кофеман, но ставите себе цель миллион долларов, а сами зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц, то при таком раскладе цель вряд ли будет исполнена. Потому что объема ресурса, который вы высвободите и перенаправите на свою цель, достаточно мало. И этой энергии не хватит для того, чтобы толкнуть пространство и начать движение в вашу сторону. Ведь на самом деле, как работает аскеза в данном случае? Когда вы берете аскезу, вы направляете свою энергию, и эта энергия направляется в пространство вариантов. И она начинает сдвигать пласты событий в вашу сторону. Но если объем вот этого события слишком большой, то вашей энергии может быть недостаточно, чтобы эту энергию начать толкать в вашу сторону. В таком случае отказ от кофе будет недостаточно. Поэтому здесь нужно пропорционально подбирать для себя цель. Конечно же, здесь зависит еще от многих ваших внутренних процессов. Иногда для кого-то достаточно лишь одной маленькой аскезы для исполнения очень большого желания. Все зависит от внутренних процессов. Тем не менее, если аскеза не сработала по той причине, вам просто нужно взять либо более сложную аскезу, либо добавить 2 или 3 аскезы. Потому как меня часто спрашивают, а можно ли взять 2-3 аскезы одновременно? Можно. Можно взять до 5 аскез. Все, что свыше, психологически тяжело. Поэтому брать не стоит. До 5 аскез – это максимальная планка, через которую можно двигаться. Следующее правило – начальное состояние. Потому как все мы находимся с вами в разной точке А. То есть, например, один человек работает в городе Тольятти и зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. Другой человек зарабатывает в Москве, например, 100 тысяч рублей. Третий человек живет в Лос-Анджелесе и зарабатывает 100 тысяч долларов, допустим. Это разная точка А. И разное внутреннее состояние, разное образование. Все абсолютно разное. И каждый из этих людей, когда задает себе цель аскезы, у него разный объем внутренней энергии. И разная цель может по-разному реализоваться. Поэтому вы здесь должны немножко честно отнестись к вопросу. А ту цель, которую вы перед собой ставите, насколько она реальна, насколько вы действительно можете этот объем к себе притянуть и не ждать, что это произойдет вот так мгновенно. Потому как вы отказались от кофе или от сахара и исполнение желания должно упасть вам на голову. Потому что помните, аскеза – это высвобождение энергии при направлении ее в вашу цель. А значит, событийный ряд начинает двигаться в вашу сторону для его реализации. Но на это потребуется время. А времени нужно время иногда. Следующее правило – точность формулировки. Я частенько слышу, что человек неправильно берет аскезу, в том плане неправильно ее формулирует. То есть, например, человек говорит, я беру аскезу на сладкое. И всю высвободившуюся энергию аскезы прошу перенаправить на увеличение моего дохода в 10 раз. Допустим. Здесь есть две ошибки. Вот сейчас остановитесь и подумайте, где конкретные ошибки. Окей. Теперь я вам расскажу. Первое. Когда человек берет аскезу на сладкое, он подразумевает, скорее всего, шоколадки, какие-нибудь там бутербродики сладенькие, или там, не знаю, круассанчики, или еще что-то. Но по факту, когда ты говоришь, я беру аскезу на сладкое, это означает, что все, что твой язык воспринимает как сладкое, все это нельзя. То есть, на все это берется аскеза. Второй момент. Когда человек берет аскезу на цель X10 доходе, его энергия, которая высвободилась во время того, что он отказался от сладкого, этой энергии может быть недостаточно, чтобы прыгнуть этот трамплин и долететь до своей цели. Соответственно, когда вы ставите себе цель X10, а вы реально можете X3 только сделать, вы ограничиваете, во-первых, вселенную, тем самым, что вы попадаете в пропасть, цель не исполняется, и, в общем-то, все плохо. Поэтому, что мы делаем? Мы говорим не конкретное количество раз, мы говорим увеличение моего дохода. Когда я брал аскезу на деньги, я говорил конкретно так, что я беру аскезу от курения на такой-то период времени и всю высвободившуюся энергию прошу направить на увеличение моего дохода. Это обобщенная фраза. Таким образом, пространство само определит. В два раза будет, в три, в четыре, в десять или в тридцать раз. В зависимости от того, сколько энергии высвободится и насколько мощно этот процесс включится. Таким образом, у меня было исполнение в десять раз. В моем исполнении хватило в десять раз. Возможно, если бы я сказал бы себе в пять раз, то я бы сократил бы объем в пять раз. Понимаете? Если ты говоришь меньше, ты тоже себе отрезаешь большой кусочек, потому что ты мог бы прыгнуть гораздо выше, но получил меньше. Поэтому мы здесь не даем какую-то конкретику в цифрах. Мы обобщаем. Таким образом, мы получаем столько, сколько можем унести. Это к вопросу о готовности. Сколько готов взять, сколько могу взять, сколько могу унести в моменте. Потому что в моменте каждый может унести по-разному. Кто-то может унести х-100, а кто-то может унести максимум х-полтора. Ну, правильно ты, молодости? Лучше не говорить, типа, х-10, а просто сказать увеличение. Да, да. Потому что может быть не х-10, а х-20. Да. А может быть х-2. То есть здесь, когда ты ставишь такой ограничитель, ты либо не долетишь, либо мог бы перелететь, но сам себя ограничил. То есть здесь нельзя ставить такую четкую. И хочу вам напомнить. Когда вы нарушаете аскезу, то есть вы взяли аскезу и нарушили ее особенно осознанно, не дай бог, то в этот момент ту цель, которую вы перед собой поставили, например, вы взяли аскезу на полгода, на то, что вы будете что-то делать или не делать, и вот вся эта энергия, весь этот сгусток, который был собран, он отлетит в обратную сторону. И будет, наоборот, откат. Вместо того, чтобы получить желаемое, вы получите противоположный эффект. Поэтому будьте с этим осторожны. Пространство работает очень четко. Если вы хотите, чтобы энергия пришла, вы должны быть готовы к тому, что она может вас как растоптать, так и даровать вам все. Так работает пространство. И последнее правило. Многослойность судьбы. Здесь мы также немножко вспоминаем прошлое. Как это выглядит? У каждого из нас разная точка, напоминаю вам. И у каждого разный коридор возможностей, по которым он двигается. Исходя из наших мыслей и наших убеждений, нашего внутреннего объема энергии, насколько у вас самого много, исходя из того, что вообще в событийном плане у вас творится, и что в линиях судьбы есть. И вот если в вашем событийном плане достаточно много всего, то есть вы, условно говоря, человек, уже стоящий достаточно крепко на ногах, у вас много энергии, большой объем, много событий вокруг, и вы стоите перед собой большую цель, вы можете к ней быстро прийти. Но если же перед вами цель, которая в диапазоне ваших возможностей абсолютно нет, либо она очень далеко, то аскеза вас просто к этому не привезет. Это визуально можно представить, как этажи реальности. То есть вы находитесь, например, на первом этаже, а цель ваша на десятом. Ваши аскезы достаточно, чтобы прыгнуть только на второй этаж, может быть, условно, на третий. В таком случае аскеза не сработает. Если же вы сами находитесь на пятом этаже, и вашей энергии достаточно, чтобы сделать скачок на пять этажей, без проблем, тогда аскеза исполнится. То есть все зависит от того, где, в какой точке вы находитесь на сегодняшний день, и сколько у вас изначально объема энергии в сегодняшнем дне, сколько у вас внутреннего ресурса, и что у вас с ограничителями. То есть готовы ли вы взять желание, или не готовы. Здесь все работает в совокупности. Чтобы более подробно ознакомиться с аскезой, я рекомендую вам посмотреть мои старые видео или прочитать мою книгу. Этого будет достаточно для того, чтобы вы уже сделали грамотные шаги по исполнению вашего намерения, вашей цели аскезы. Если вы хотите получить крутые результаты практики аскезы и пройти этот путь вместе со мной, то я приглашаю вас на мой авторский марафон «Аскеза как способ достижения цели», где вместе со мной и с другими участниками вы возьмете аскезу, и мы будем идти к вашей цели вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в следующем видео.